Почему мы не проиграли Вторую мировую войну? Немецкое решение Второй мировой буквально взломало парадигму войны 1-3-20 века. Как получилось, что СССР вовремя успел отреагировать на изменения и выстоял там, где пали многие другие? Статья за 25 июля 2020 года Михаил Лапиков Живительное кольцо врагов Как ни парадоксально, именно советское ожидание скорой войны со всем окружающим миром стало одной из причин выживания страны, когда все же бахнуло. Планы изначально строили из расчета, что все плохо, ждали еще худшего. Да, сбылось, но ко многому оказались морально готовы. Бедность не порог. Критические отрасли, пусть бедные, пусть неровно развитые, пусть с провалами из современных эпохи решений в 19 веке оказались достаточными, чтобы закрыть основной дефицит по бронетехнике, по оружию, по авиации. Да, страна не могла позволить себе лучший самолет или лучший танк мира очень долго, но она могла позволить себе достаточный и в достаточном же количестве. Роль медицины. Советская медицина была довольно бедной, но по параметрам возвращения бойца, если не в строй, то хотя бы к относительно нормальной жизни, она стала одной из лучших в мире на свою эпоху. Большинство раненых могли хотя бы с оговоркой вернуться обратно на войну. Кто-то и по 2-3 раза за время боевых действий. Тот же легендарный напарник Юрия Никулина, Михаил Шуйдин, 30 лет проработал в цирке, хотя почти год учился заново пользоваться страшно обожженными в танке руками. Денья русского народа. Плеяда талантливых конструкторов породила лучшее по сочетанию технологичности, цены и ТТХ, оружия и технику эпохи. Да, грызлись за ресурсы и власть эти конструкторы так, что любая игра престолов отдыхает. Да, на каждое удачное, среднее или хотя бы палеотивное решение приходился десяток безнадежных уродов, которых на полигоне даже толком собрать не смогли, не то что испытать. Пусть запомнили лишь все самое удачное. И этого оказалось достаточно. Чутье товарища Сталина. Ветер истории может чистой совестью намести кучу мусора на могилу Иосифа Джугашвили, но все же Сталин был хитрым и изворотливым политиком. Когда ситуация давала возможность для маневра, он ей пользовался. Единый фронт союзников возник относительно быстро и работал достаточно согласованно, чтобы удары на одном фронте начинались в соответствии с замыслом на другом. Действовали и постоянная связь, и представительства, и военные наблюдатели всех сортов и калибров. Ось воевала порознь. Авантюризм Гитлера. Харизма оратора работает только на мотивацию. На победу работает планирование. Значительная часть политических решений Гитлера в послезнании. Классический выстрел себе в ногу. Его противники тоже совершали ошибки. Смешные, глупые, позорные. Любые. Но чуть удачнее боролись как с их количеством, так и с их последствиями. Пространство для маневра. Главное различие СССР и абсолютного большинства противников Рейха заключалось в том, что РКК было куда отступать. Размеры страны и своевременно подвинутые границы позволили разменивать пространство на время. Каждая неделя, когда телеги вермахта ползли на восток по оси в грязи, превращалась в многие десятки рабочих часов на человека, заводского рабочего, транспортного логиста, военного инструктора. Тотальная война В доатомную эпоху готовность народа воевать имела решающее значение. В РКК за годы войны под ружье успели записаться в полтора раза больше людей, чем в Германии. Они и раздергали танковые клинья вермахта по обманчиво бесконечным русским просторам. Все новые и новые тысячи все более современных танков с мотивированными экипажами РКК шли и шли на фронт, на запад. Михаил Лапиков Почему мы не проиграли Вторую мировую войну? Ответ простой. Потому что человек в Советском Союзе чувствовал себя хозяином всей этой огромной страны, всего имущества страны. Он не считал себя батраком, рабом, наемным рабочим. Он считал себя хозяином этой страны. Потому и победили.